Здравствуйте, я доктор Амина, добро пожаловать на мой канал, где обычно я просто, честная по существу, говорю об актуальных вопросах терматологии и косметологии. В последнее время мне все чаще задают один и тот же вопрос. Как в таких экстремальных условиях правильно мыть руки, обрабатывать их антисептиками и при этом справиться с сухостью, шелушением кожи рук и обострением хронической экземы кисти? Если эта тема вам интересна, оставайтесь со мной и продолжайте смотреть. Итак, 1 апреля 2020 года Всемирная организация здравоохранения издала рекомендации по улучшению гигиены рук в целях предупреждения распространения COVID-19. В этих рекомендациях нам еще раз напомнили, что главной мерой, предупреждающей распространение инфекции, является именно гигиена рук. Не маска, не дистанцирование, а именно мытье рук. Я не придумала, читаю на языке оригинала. Это не новость, я думаю, многие уже это успели усвоить. Вирусы с поверхности кожи прекрасно смываются мыльными растворами. При этом ВОЗ нам разрешает использовать не только твердое, но и жидкое мыло. При этом ВОЗ говорит, что для гигиены рук можно использовать смесь детергента и воды. Детергент это поверхностно-активное вещество или ПАВ. Почему это важно? Потому что многие по завету бабушек пытаются использовать дегтярное мыло или хозяйственное мыло, или использовать антибактериальное мыло по типу Сейфгард. На самом деле это неверно. Никакой лучшей гигиены это не даст. Это приведет только к сухости и шелушению кожи рук. Поэтому убираем дегтярное, антибактериальное и хозяйственное мыло. Используем обычное туалетное мыло, потому что оно хорошо мылится и у него подходящий щелочной ПАЖ. Ну а ПАЖ немного позже. Поскольку ВОЗ нам разрешает использовать детергенты, мы можем использовать жидкое туалетное мыло. Но это должно быть максимально простое туалетное мыло, в котором нет никаких дополнительных добавок, смягчающих, экстрактов, каких-либо увлажняющих компонентов. Потому что все эти компоненты могут снизить эффективность моющего средства. Я не нашла данных о том, в какой среде кисло или щелочной чувствителен COVID-19. Но ряд исследований говорят о том, что некоторые представители семейства коронавирусов больше боятся щелочной среды. Поэтому в таких экстремальных условиях, в которых мы с вами оказались, Несмотря на потенциальный вред для кожи, я буду рекомендовать щелочные мыла и жидкие мыла, в состав которых входит лаурилсульфат натрия, то есть ионогенный ПАЖ. Детское мыло, очищающие средства СПАЖ 5,5 не подойдут. Это тот самый редкий случай, когда я голосую за детергенты и щелочное мыло. Мыть руки нужно после посещения туалета, перед едой, приготовлением пищи. После чихания, кашля, сморкания важно не только то, чем вы моете руки, но и то, как вы это делаете. Сама техника. В инструкции ВОЗ от 3 марта 2020 года рекомендуется мыть руки не меньше 20-30 секунд, если на них нет видимых загрязнений, и не менее 40-60 секунд, если видимые загрязнения есть. Обратите внимание на технику, которую рекомендует использовать ВОЗ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Также в этот период я бы рекомендовала избавиться от длинных ногтей, потому что они препятствуют правильной и адекватной гигиене рук. Если вы моете руки в такой технике, однократного нанесения мыла с последующим смыванием достаточно. Повторять не нужно. О хлоре. Растворы с хлором не рекомендованы для гигиены даже в общественных местах, ввиду их потенциального вреда для кожи. Поэтому не используйте растворы с хлором для гигиены рук в быту. Абсолютно очевидно, что такая частая и агрессивная гигиена будет приводить к нарушению эпидермального барьера со всеми вытекающими последствиями. Сухостью, шелушением и обострением хронической дземной кисти. Поэтому я рекомендую минимизировать негативное влияние мыла на кожу. Таким образом? С помощью правильной тонизации и правильного увлажнения кожи. Тоник для кожи рук можно приготовить самостоятельно. Для этого нам понадобится обычная вода и уксус. Уксусного запаха не бойтесь, потому что уксус будет использоваться в небольшом проценте. Берем подходящую емкость с пульверизатором. Набираем 100 мл воды. Добавляем к ней 1 мл 6% уксуса. Тоник для кожи рук готов. В данной пропорции pH получается около 5-5,5. Как нам и нужно. Я проверяла с помощью лакмусовой бумаги. Конечно, это несовершенный метод проверки pH, но в бытовых условиях это все, что у нас есть. Этот тоник восстанавливает pH. Вы увидите, что стянутость и шелушение, следующее за гигиеной рук, исчезнет. pH кожи восстановится и у большинства не будет потребности в креме. Если этого мало, можно нанести глицерин в чистом виде. Если же вы страдаете атопическим драматитом, не забывайте о применении эмалентов после каждого мытья рук. Всем тем, у кого нет индивидуальной непереносимости мочевины, я рекомендую утром и вечером наносить на кожу рук крем с мочевиной в проценте около 5. Рекомендовать конкретный бренд не буду. Вы можете зайти в интернет и найти средство, которое вам по нраву. Предложений огромное количество. Вы можете выбрать то, которое больше всего вам подходит по цене и отзывам. Если же экзема кисти уже обострилась, в описании под этим видео я оставила пропись без кортикостероидных мазей, которая поможет убрать зуд и воспаление. Все ингредиенты копеечные, самое главное, чтобы они были в наличии в аптеке. Если вы хотите, чтобы я рассказала о применении антисептиков, что опасно, что безопасно, что эффективно, а что нет, дайте знать об этом в комментариях. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если да, ставьте лайк и не забывайте, что лайк это виртуальный и абсолютно бесплатный эквивалент слова спасибо. Подписывайтесь на канал, если вы еще не успели этого сделать. Нажимайте на колокольчик, чтобы регулярно получать уведомления о новых выпусках. Подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт, где я бываю намного чаще, чем здесь, и где я регулярно публикую интересную информацию, которая касается красоты и здоровья. А на сегодня у меня все. Всем пока!